Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире Якутск. Сегодня у микрофона Розалия Борисова. И сегодня мы поговорим с вами на тему, которая интересует абсолютно всех и касается всего населения, взрослых, детей, мужчин и женщин, студентов, пенсионеров. Поговорим мы сегодня о финансах и финансовой грамотности. Вместе со мной сегодня мои гости Рита Якушева, руководитель регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики, а также Светлана Платонова, консультант-эксперт регионального центра компетенции по финансовой грамотности республики. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте поговорим об этом. Чем занимается региональный центр, как он начал работать и с чего все началось? Ну, давайте начнем с того, с чего все началось. В 2018 году мои коллеги отправили мне предложение пройти обучение в финансовом университете правительства Российской Федерации. Обучение было по теме волонтерства в сфере финансового просвещения. Естественно, как я являлась сотрудником финансовой организации, меня это очень заинтересовало. Во-первых, я маркетолог, потому что мне нужно как бы знать, о чем говорить людям, что полезно людям. И я с радостью согласилась, прошла обучение. Очень интересная была программа, очень интересные преподаватели. Так интересно было их слушать. И они говорили такими простыми словами о таких сложных вещах. И на самом деле тогда вот для меня открылась вот эта тема очень, я поняла, что она действительно важна. И моя обязанность, получив эти знания, донести эти знания до тех, кого я знаю, до своих соотечественников, до моих близких, защитить своих родственников от воздействия финансовых мошенников и так далее. И потом мы прошли обучение, нас включили в реестр сначала финансовых консультантов проекта Минфина Российской Федерации. А потом мы уже включились в реестр Национального центра финансовой грамотности, и работа закипела. И просто это был такой драйв, такой. От нас каждый день просили какие-то материалы, просили, чтобы мы проводили мероприятие. Для меня сначала было, ну я человек сама по себе не такой прям открытый, да, но для меня сначала было это очень трудно перешагнуть и начать открыто говорить, проводить открытые занятия перед аудиторией и так далее. Но вот эта задача и цель, которую я перед собой поставила, она заставила меня перешагнуть через себя, выйти из той зоны комфорта, да, и выйти в люди, скажем так. Я начала писать статьи, я открыла свой блог о финансах, о финансовой грамотности, и я начала рассказывать всем буквально о том, как это важно, насколько это касается каждого. И потом мы встретились со Светланой Александровной. Это было буквально, Светлана Александровна увидела меня в Фейсбуке, да, и написала мне, говорит, нам надо встретиться, окей. А у нас есть реестр тех волонтёров, финансовых консультантов, которые занесены в реестр национального центра финансового. Которые прошли обучение. Да, которые прошли обучение, естественно. И там было 26 человек. И вот из этих 26 человек первой была Светлана Александровна, которая вышла на меня и сказала, давайте будем вместе работать. И всё, и вот мы с 2018 года вместе, нога в ногу, рука об руку идём, двигаемся в этом направлении. Первым нашим успешным проектом было открытие Центра финансовой грамотности при Союзе торгово-промышленной палаты. Тогда мы вообще в целом собрались, вот у нас трое, Сергей Серафимович, Сафронов, я и Светлана. Есть у нас ещё наши волонтёры, это вот Афанасий Лугинов, Евгений Малышев, Айталина Фёдорова. Потом позже к нам присоединилась Александра Сантаева с пенсионного фонда. И вот этот вот костяк волонтёров, да, вот мы собрались и решили, что действительно надо, нам нужен какой-то опорный пункт, от которого мы должны, ну как с чего-то мы должны начать. И вот в тот момент нас поддержал очень сильно Владимир Михайлович Членов. И его поддержка была настолько мощной, что мы прям в себя поверили, да. Мы с первого дня вот только подписали мы соглашение, и только вот он издал приказ, что вот создан Центр финансовой грамотности при Союзе Торгово-промышленная палата. И мы прямо на следующий день мы уже объявили о том, что мы объявляем открытые лекции. И начали проводить еженедельно, прямо на базе Торгово-промышленной палати. Нам выделили целый актовый зал, мы туда приглашали знакомых, друзей, объявляли, просто размещали объявления. И проводили открытые уроки, было всё очень интересно. И действительно мы получали обратную связь о том, что это полезно. И мы ещё больше стали развиваться, да, мы поняли, что этого мало. Мы начали раскачивать социальные сети, мы создали группу WhatsApp, мы стали уже собираться какими-то сообществами и так далее. И вот в феврале 2021 года уже Министерство финансов Республики Саха-Якутия объявили о том, что региональный центр компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия открыт на базе Якутского финансово-экономического колледжа имени Фадеева. Это вот новость нас очень обрадовала на самом деле, потому что мы к этому шли, и нужно, чтобы в Республике был такой центр, который бы объединял всех. И все финансовые организации, и государственные органы, и волонтёров, и методический центр, потому что вот такая синергия, да, синергетический такой вот комплекс, скажем так, он нужен. Потому что, ну, на самом деле, у нас объём работы капитальный, колоссальный, огромный просто, потому что нужно донести буквально до каждого. И я передаю слово Светлане Александровне, чтобы она тоже... Прежде я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и, дорогие телезрители, радиослушатели, можете к нам присоединиться, позвонив по номерам 320066-3211-666, пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Светлана, пожалуйста. Я бы хотела добавить о том, что как раз в то время, когда мы начали свою деятельность в Центре финансовой грамотности Союза Дорогого и Промышленная Палата, как раз открылась «Смарт-библиотека-203», и наши первые такие публичные мероприятия были, лекции были проведены как раз в библиотеке «Смарт-203». Вы нас очень поддержали в тот момент, и очень много было наших посетителей и зрителей, которым очень понравились наши лекции, и они давали нам действительно обратную связь. После этого мы уже провели первый в республике хакатон по финансовой грамотности для студентов и старшеклассников наших школ города Якутска, и мы надеемся, что этот хакатон будет у нас регулярный, ежегодный и будет уже объединять всю республику, мы на это надеемся. Кроме того, у нас есть очень много планов, это и творческие какие-то проекты, это и мероприятия, такие, например, как прошедший финансовый фестиваль «Семья инвестиций». «Семья инвестиций будущий», он у нас проходил с 16 по 18 апреля, два дня он проходил в онлайн-режиме, и вчера, в воскресенье, у нас был офлайн такой день, да, и все желающие могут посмотреть на сайте finfirst.ru все наши вебинары, которые прошли за эти дни в записи, то есть каждый может подключиться и посмотреть. Там были очень интересные спикеры, очень интересные темы, даже я, как человек, который занимается финансовым консультированием, очень много полезной информации и новой информации услышала там. Какие темы интересуют сегодня больше население республики? Может быть, есть темы, которые интересуют там молодежь, потом взрослая работающая на чиселение, затем пенсионеров уже? Есть такая какая-то разведка? Есть, конечно. Мы проводим, регулярно мы проводим опросы, у нас есть статистика запросов населения, да, какие темы их интересуют. В первую очередь интересуют, конечно, это основы финансовой безопасности. Это самая актуальная тема, особенно для тех незащищенных слоев нашего общества, да, как вот дети и пенсионеры. Вот, они чаще всего подвержены таким воздействием, да, финансовых мошенников. Так, и управление кредитной нагрузкой. Вот это тоже вторая тема, которая очень сильно интересует наших граждан. Вчера у нас прошел эфир, в прямом эфире Афанасий Иванович Логинов проводил лекцию по потребительскому кредитованию. И днем ранее Василий Васильевич Анисимов тоже проводил по ипотечным кредитованию вопросов. Было очень много. И о том, как рефинансировать, как реструктуризировать свои долги, да, то есть, ну, такие вот вопросы в основном. Как снизить долговую нагрузку, как управлять кредитной нагрузкой, то есть, вот такого плана. Как правильно подойти к оформлению кредита, это тоже очень важно. Что были даны очень такие полезные советы. Тоже рекомендуем, да, зайти на сайт finfest.kt.ru, там прямые эфиры сохранены, и в записи можно посмотреть. Вот. А самая такая основная тема, это вот касается инвестирования. Всех интересует эта тема. А какой вообще уровень знаний по финансам нашего населения? Ну, я так скажу, что уровень знаний не низкий. Нет, абсолютно не низкий, но и невысокий. Вот мы на среднем уровне. Но есть очень продвинутые, особенно дети. Старших классов, да, они в этом плане очень продвинутые. И даже некоторые моменты, вот когда мы проводили хакатон как раз, вот тогда мы были, мы убедились и были очень удивлены, насколько наши дети вообще ориентируются в сфере финансов. С чем это может быть связано? Ну, естественно, гаджеты. Гаджеты, интернет, соцсети, общение, вот это вот прямое общение, они же ищут информацию, они сразу гуглят. Они сразу, если они что-то не знают, они сразу заходят в интернет, и они узнают всё. И они не пользуются одним источником, они пользуются несколькими источниками. Они проверяют, ага, здесь так, здесь так, а здесь так. И анализируют, где правильно. Если сомневаются, они заходят на официальные источники, проверяют. Вот, то есть, вот, и ещё была у нас телевизионная олимпиада для... Школьников. Школьников, вот, и там тоже был очень высокий уровень показа детям. А после небольшой рекламы мы продолжим наш разговор. Дорогие телезрители, радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору, звоните нам, задавайте свои вопросы. Буквально через две минуты мы продолжим говорить о финансах, о финансовой грамотности населения. Ещё раз доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире «Якутск. Сегодня». И сегодня мы говорим в нашей студии о финансовой грамотности, о финансовых инструментах, которые могут помочь населению закрыть быстрее кредиты, ипотеку свою, приумножить свои доходы и научиться правильно распределять. Говорим мы сегодня на эту тему с Ритой Якушевой, Светланой Платоновой, руководителем, а также экспертом регионального центра по финансовой грамотности республики. Мы работаем в прямом эфире. Зрители, вы можете к нам присоединиться, позвонив по номерам 320066 и 321166. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы. Мы говорили о том, что дети у нас очень продвинутые в плане финансов, находят информацию. Давайте продолжим. Да, и для детей на самом деле разработано очень много программ обучения по финансовой грамотности. Сейчас на базе школ проводятся уроки финансовой грамотности и онлайн-уроки Центрального банка Российской Федерации. Это в каждой школе? Да, конечно. Каждая школа, ученики всех школ страны нашей республики, из любого уголка нашей республики, могут принять участие в этих уроках и повысить свой уровень знаний в области финансовой грамотности. А то есть это не обязательные уроки, это как дополнительные занятия, да? Да, есть в качестве дополнительных занятий, вот как раз онлайн-уроки от Центрального банка Российской Федерации, а в качестве обязательных уроков они входят в программу, в такой предмет, как общество знаний, вот, и во внеурочное время проводятся тоже факультативные занятия по финансовой грамотности. И очень высокий уровень знаний как раз и преподавателей, и школьников показал вот результаты, вернее, республиканской девятой телевизионной олимпиады для старшеклассников по финансовой экономике, где приняли участие больше ста, ну, это в отборочных, да, турах, больше ста старшеклассников, и, ну, результаты удивляли. Радует, что наше будущее поколение такое прямо, да. Это просто удивительно, насколько наши дети стремятся знать, узнавать всё новое, и особенно в сфере финансов, и что их интересует эта тема. И на самом деле там дети-то были развиты всесторонне. Вот первые места, ребята, которые заняли первые три места, да, они, ну, такие настолько талантливые, и они так легко говорили, что не каждому взрослому удаётся как бы справиться со собой, да, и в прямом эфире там говорить чётко, рассказано. Это тройное волнение, мне кажется, потому что и твои знания теоретически проверяются, плюс ещё съёмки идут, плюс выступают перед экспертами республиканского уровня. Конечно, ну, и в команде жюри у нас были министр финансов Республики Саха-Якутия, министр экономики, директор финансово-экономического института, руководитель Республиканского банка, заместитель руководителя Национального банка. Это же вообще, представляете, ребёнка, да? Да, это, мне кажется, любой взрослый может переволноваться, эксперт, который знает по теме, может забыться. Да, но эти дети, они настолько справлялись вот с этим, и выходили из такой уверенности, и так чётко, вот у них было последнее задание. Спич, я не понял. Спич, да, на тему цифровая экономика, как драйвер развития, да, вообще в целом. Ну, это было замечательно просто. Мы просто слушали, были в качестве организаторов, но всё равно мы просто вот досмотрели на экран, потому что дети говорили на столько важные темы, ой, вернее, ну, вообще рассказывали, насколько это важно. Настолько актуально. Конечно. Давайте перейдём к тому, как центр сейчас работает с общественными пространствами, в том числе и с библиотеками. Вот Светлана, вы уже начали говорить о том, как начали работать со смарт-библиотекой. Давайте продолжим. Со смарт-библиотекой мы проводим очень много работы. У нас запланировано очень много совместных мероприятий, и в этом году тоже. Ну, я бы хотела рассказать о том, как мы сделали такой проект, как онлайн-школа финансовой грамотности в прошлом году. Мы все знаем, что прошлый год был очень такой необычный, он был особенный, да. И в связи с тем, что в декабре 2019 года у нас очень успешно прошли оффлайн-лекции как раз в смарт-библиотеке, да. И была объявлена пандемия, была самоизоляция, да. Но работа не должна была останавливаться. Идея была такая, чтобы записать онлайн-уроки по финансовой грамотности, чтобы каждый мог, сидя из дома, да, зайти на сайт библиотеки и посмотреть наши уроки по финансовой грамотности. В итоге с февраля месяца по август были записаны наши уроки. Там целый цикл, всего 11 уроков. Первый урок у нас вводный, а дальше все уроки располагаются от простого к сложному, да. Потому что так и должно быть, по идее. Сначала нужно проходить такие основные занятия по финансовой грамотности. И потом уже, как вишенка на торте, идут те занятия, которые связаны с инвестициями. Почему? Потому что... Да, а мы ведь все хотим начать сначала вкладывать. Да. Все хотят сначала начать с инвестиций. Это, как я говорю, это все равно, что изучить высшую математику, пропустив... Поблицо умножения, грубо говоря. Поэтому все-таки мы рекомендуем делать все последовательно. И пусть ваш переход к инвестициям будет закономерностью, а не результатом того, что видите рекламу. Мы видим, что каждый день крутится определенная реклама, которая говорит, что мы уже рождаемся инвесторами. Они каким-то образом пытаются это доказать, что вот мы родились, вот мы вкладываем свое здоровье, свое будущее, свое образование. Да, это инвестиции в себя. Но инвестиции в своих финансовых средств это нечто другое. Поэтому без определенных знаний все-таки туда идти пока еще рановато. Но наши уроки построены таким образом, что они короткие, емкие, там совершенно нет никакой воды. Четко все построено. В течение пяти-семи минут можно прослушать этот урок и применить, начать применять. Самое главное ведь это начать применять, да, то, что мы услышали. А с этим как раз бывают проблемы, потому что информации сейчас льется очень много. И она просто, скажем так, забывается. И поэтому смысл этих уроков в чем? Причем повторение, мать учения. То есть несколько раз даже можно посмотреть один и тот же урок. Можно посмотреть весь цикл, потом опять вернуться, да. И если вы начнете уже применять у себя на практике, я уверена, что все равно у вас наладится семейный бюджет. И вы уже задумаетесь действительно об инвестициях. И плюс ко всем урокам прикрепляются дополнительные материалы. Да, это так. Там есть и тесты, которые покажут, как вы усвоили урок. Там есть определенные таблицы, там есть ссылки на калькуляторы, там есть описание книг. То есть книги, которые вам помогут начать изучать финансовую грамотность самостоятельно, там все указано, как для детей, так и для взрослых. И плюс это был проект для взрослого населения. И вот совсем недавно еще начали при консультациях с ЕФЭК тоже выпускать мультики для детей начального звена, ну и старшего звена детского сада. Замечательно. Я хочу обрадовать наших зрителей, что буквально в мае месяце у нас будет уникальная возможность увидеть первые экземпляры комиксов на основании этих мультиков. То есть мы вместе с издательством Кискилл запланировали первый выход на май месяц в журналах «Колокольчик» и «Чуаранчик» для детей младшего возраста. Это будут красочные комиксы, которые можно будет вырезать и прямо использовать в качестве отдельной книжки. Это замечательный проект и будет на двух языках, на русском и на якутском. У нас мечта была с Светланой Александровной, чтобы еще и сделать специально на ивенкийском языке. Замечательная идея. Да, потому что с этим проектом мы вообще вошли в торгово-промышленную палату и мечта как раз Владимира Михайловича, членов, была, чтобы мы донесли финансовую грамотность для народов Крайнего Севера и чтобы помогли им стать сильнее в этом плане, чтобы они тоже развивались и цифровую экономику, и финансовую грамотность, чтобы они могли управлять этими инструментами в полной мере. И, конечно, мы будем начинать с детей. Это замечательный проект, который мы хотим реализовать. Он уже будет реализован. Вот это радует. И благодаря вам, и вашим усилиям, и вашей поддержке тоже художники постарались. Это просто замечательный мультик. И рекомендуем всем зайти на сайт и посмотреть. И в целом, как бы, работа с библиотеками у нас же не только в онлайн-формате. Мы договариваемся с директорами библиотек, мы приезжаем, проводим. Вот у нас в библиотеке 3D было занятие оффлайн. Ну, естественно, там ограничения по количеству, запись и так далее. Вот, в библиотеке «Созвездие» мы провели тоже уроки. Мы проводим уроки финансовой грамотности с трудовыми коллективами. Вот, кроме библиотек мы встречаемся. Но всё равно весь, все контакты, вся коммуникация и вот этот нетворкинг, он проходит как раз на базе библиотек. Потому что люди приходят, узнают и начинают говорить, вот это наша цель. И вот самое главное, что вот такая вот поддержка от библиотечной сети, она очень большая. Я напомню нашим зрителям, что по городу Якутску, по городскому округу город Якутск у нас 18 библиотек. Практически в каждом микрорайоне и округах и каждый горожанин может позвонить в библиотеку своего микрорайона, записаться на лекцию по финграмотности. И как только наберётся группа, вам перезвонят, и вы сможете посетить интересующую вас лекцию, задать свои вопросы и начать регулировать свои финансы и доходы, и расходы. Также хочется поговорить о том, как вы ещё работаете с пенсионерами. Так, с пенсионерами мы работали в общем. Мы сделали рассылки, мы включили в группы. У нас есть три группы WhatsApp. А сейчас мы уже будем напрямую работать со школой третьего возраста. И вот буквально в конце апреля и в начале мая у нас будет неделя финансовой грамотности для пенсионеров «Серебряная нить». И мы уже составили план мероприятий, которые будут входить в эту неделю. И выбрали темы, интересующие как раз пенсионеров. И в принципе планируем вести систематическую работу, именно системную, направленную на обучение, прям поадресно. И по каждому мы начали с Хангаласского УЛУСа. Потому что вот город Якутский, Хангаласский УЛУС, вот это у нас первые такие отправные точки. И мы планируем вообще в целом задействовать все УЛУС Республики. Было бы замечательно, чтобы каждый мог присутствовать на нашем занятии. И все-таки онлайн-формат, он это позволяет. Нужно отметить, что наши пенсионеры очень продвинутые в этом плане. И за время пандемии они очень активно присоединились к Zoom, онлайн-мероприятиям из каждого района. И действительно, они очень интересуются новыми знаниями. И это очень классно, что оригинальный центр будет с ними работать в этом плане. И после рекламы мы опять-таки продолжим наш разговор о мероприятиях, которые у нас планируются. И в том числе и подробнее расскажем о Серебряной нити. Мы продолжаем наш разговор, и у нас есть звонок в студию. Слушаем. Здравствуйте. Немного не по теме у нас звонок. Спрашивают про розыгрыш. Хорошо, спасибо. Думаю, что позднее, возможно, будет информация об этом. Давайте продолжим по мероприятиям, которые у нас касаются людей старшего возраста, наших пенсионеров. В рамках недели финансовой грамотности для пенсионеров «Серебряная нить» мы хотим провести занятия по трем основным темам. Это, естественно, основы финансовой грамотности, основы финансовой безопасности. Этой теме мы хотим уделить более пристальное внимание, потому что мошенники активизировались. В 2020 году особенно. И еще одна такая интересная тема – это управление кредитной нагрузкой. В дополнение к ней мы бы хотели добавить еще тему самозанятости. Потому что как раз в рамках фестиваля, который прошел у нас на днях, буквально 16 по 18 число, была лекция Александра Сантаева, представителя Пенсионного фонда Российской Федерации. И вот был задан вектор, который интересует. Оказывается, наши пенсионеры очень сильно интересуются именно этой формой занятости, как самозанятости. Да, ведь в Ветене очень хорошо идет народное творчество. И занимаются как раз-таки, и это касается иконского хвоста, и варенье, всякие ягоды, лисеру, бессероплетение. На самом деле, когда мы начали знакомиться со своей аудиторией, и особенно с гражданами пенсионного возраста, и удивляют, насколько они все-таки жизнерадостные, как они активно ведут свою жизнь, и насколько у них развиты сообщества. У них есть и школа серебряных волонтеров, они собираются, рисуют картины, они собираются, что-то плетут из бисера, они вышивают, они шьют, и все это в онлайн. Вы можете себе представить? То есть тут для себя они выбрали нишу, и вот это вот, ну это замечательно. И вот такой запрос, как бы, и это очень радует, что наших бабушек и дедушек интересует вот такая тема. А что интересует молодежь, работающая? Работающая молодежь хочет инвестировать, и хочет, чтобы доходность была сразу же высокая. Тут, наверное, стоит затронуть тему и финансовых пирамид, да, поскольку очень многое количество молодежи как раз-таки вкладывает свои деньги, зная, что это пирамиды, зная, что они как раз-таки лопнут в скором времени, да. Но вместе с тем это говорит о том, что есть как раз-таки запрос в инвестициях и желание учиться. У нас есть звонок в студию, да, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела узнать, вот как простому человеку присоединиться к вам и узнать про финансовую грамотность? Потому что вот сказали, например, сайты, вебинары там размещены, да. Можете вот это повторить? Хорошо, спасибо. Да, для того, чтобы присоединиться к нашим урокам, вам достаточно зайти на сайт нашего регионального центра компетенции по финансовой грамотности. Это fingramyakutia.ru На этом сайте есть ссылка на наш инстаграм, в котором мы публикуем наши посты. И там же появляется информация о онлайн, оффлайн мероприятиях, лекциях, которые мы проводим. А также там есть ссылка на онлайн школу финансовой грамотности. Вы тоже можете посмотреть эти уроки. И для начала вы пройдете этот цикл уроков. И подпишитесь на наш инстаграм, будете следить. Приходите на наши мероприятия, приходите на наши лекции. И мне кажется, что это вам поможет наладить ваш семейный бюджет. fingramyakutia.ru еще раз. fingramyakutia.ru Я бы хотела дополнить еще на сайте как раз онлайн школы, который размещен на сайте финансион.sbs.yakutia.ru Там есть ссылка на ватсап-группу. То есть можете вбить в гугл cbs.yakutia.ru И там уже найдете в проектах онлайн школы финансовой грамотности. Можете вступить в ватсап-группу. Либо можете позвонить в любую из библиотек, централизованной библиотечной системы города Якутска. И вам тоже подскажут там информацию. Ждем вас в качестве наших слушателей. Замечательно, что начинает интересоваться наши зрители. Мы говорили о молодежи. Да, и вот я хотела бы дополнить. Невозможно молодежи, конечно, запретить что-то попробовать, скажем так. Да, конечно. Но тут такой совет был бы полезен, что тогда уже, если вы хотите попробовать и думаете, что вам повезет. А это в большинстве случаев, это все-таки будет удача, если вам удастся получить за короткий срок очень высокую доходность, как вы хотите. Пусть это будут не последние деньги, пусть это будет 10% от тех денег, которые вы можете пустить в инвестиции. И эти 10% вам покажут, что это неверный путь. Путь должен быть от простого к сложному, но не наоборот. У нас еще один звонок есть. Пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Я очень внимательно слушаю ход беседы с гостями. Спасибо, очень интересная передача. Звоните из Якутска Иванова Надежда Васильевна. Спасибо за ваш отзыв. Любая финансо-экономическая система любой страны въездится на трех фундаментах. Это собственно сами финансы, кредитная система и другое крыло, которое, третье крыло, которое всегда как-то забывается, всегда как-то очень скромненько упоминается, это страхование. Без страхования какую-то определенную эффективную систему финансовую построить очень сложно. Другой вопрос. Вот сейчас вот страхование, само страхование отвечает или нет требованиям наших людей и отвечает ли своей основной функции защитной, это другой вопрос. Но тем не менее, это же финансовая тоже система, которая имеет вообще-то спервобытное общинного строя. И вот в этом отношении у вас есть какие-нибудь планы, какие-нибудь наработки для того, чтобы наш народ не забывал про страхование? Спасибо. Мы объединяем вот эти два направления в одной теме, потому что на самом деле вы правильно сказали, что это основное, что касается жизни каждого и очень важная тема, о которой нужно говорить и очень важное направление, в котором нужно работать. И оно входит в нашу деятельность, мы об этом говорим, мы об этом рассказываем и стараемся донести до наших соотечественников, как правильно выбирать продукты страхования, как правильно работать вообще с этим направлением, с этими инструментами и так далее. Потому что страховка, она везде, начиная от кредитов, заканчивая там страхованием жизни. Я бы хотела немножко добавить тоже по этой теме, что у нас есть отдельный урок в нашей онлайн-школе финансовой грамотности, он как раз посвящен страхованию. Мы рассказываем о разных видах страховок. Это в основном страхование жизни, также это вопросы обязательного медстрахования, дополнительного медстрахования, а также тех видов страховок, которые появились именно по страхованию определенных видов заболеваний, таких как COVID-19, которые появились в прошлом году. И также предупреждаем от таких сложных видов страховок, которые, скажем так, для неквалифицированного специалиста, ну, человека, они сложноваты. Вот от таких страховок мы тоже предупреждаем, что выбор должен быть осознанный, скажем так. Также мы разговариваем о страховании имущества. Мы считаем, что это очень важно, да, потому что страхование, это действительно является защитой нашего имущества и нашего здоровья. Ну, тоже немаловажно, потому что кто мы без страховки, да, скажем так. Потому что можно иметь очень хороший капитал, но если нет здоровья, да, то какой смысл в этом капитале, скажем так. Поэтому действительно нужно одновременно иметь, стараться и капитал, и одновременно быть застрахованным. Да, и вообще в целом забота о здоровье и забота о финансовом здоровье, вот это тоже большая работа, вот, и нужно подходить к этому тоже основательно, и поэтому сначала посмотрите наши уроки, вот мы рекомендуем, да, всем зрителям сегодняшнего эфира, посмотрите, пожалуйста, уроки, и вы увидите то, как мы работаем, о чём мы говорим и что мы пытаемся донести, потому что меня много раз спрашивали, а что это вообще финансовая грамотность, что вы там продаёте что-то, что ли, ну, в таком вот роде, нет, абсолютно нет, мы рассказываем о том, как финансовая грамотность помогает справляться нам с нашей ежедневной работой с финансами, мы же каждый день тратим деньги, мы каждый день оплачиваем проезд, мы покупаем продукты, мы пользуемся банковскими продуктами, да, вот карточками и так далее, вот это всё, это всё финансовая грамотность, без финансовой грамотности, цифровой грамотности не будет, и, ну, в таком вот, в таком плане. Ну что ж, спасибо большое, что сегодня посетили нашу студию, уделили время, давайте мы быстренько проанонсируем мероприятие, которое вот в мае мы сказали, серебряная нить, ещё какие мероприятия будут? У нас продолжается финансовый фестиваль в Хангаласском Улусе, и ждём на наших эфирах, смотрите, да, нас в социальных сетях, на сайте, информацию, всё, мы будем размещать анонсы и так далее. Спасибо за приглашение. Спасибо, да, спасибо большое. Спасибо. Ещё раз можете позвонить во все библиотеки города, присоединиться к этому проекту, и становитесь финансово грамотными, читайте, учите, приумножайте свои знания. И спасибо за эфир, спасибо за внимание, и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok